Ой, Илья, привет! Доброе утро! Красавчик, на, держи. На, дядя, дядя, яблочко. На, держи, держи, мой хороший. Ой, ты мой хороший. Вот, Илья. Да, яблочки есть. Там морковка где-то лежит. На, Илья, кушай. Ну, держи. Ой, молодец, какой. Вот он, знаменитый Ильюх, Олеся Петрович. Молодец какой, красавчик. Давай, давай, доедай-ка. И морковка где-то там лежит. Или все уже, подобрал что-то. Ну все, пока, поехали. Так, а где вот здесь? Вот парочка. Где-то в районе 50 градусов мороза. Все кругом в тумане. И здесь есть такая одна гора. Эту гору называют у нас египетской. И здесь есть вход в эту гору. Сейчас зайдем, посмотрим. Что за вход и... Что за пещера? Очень интересно. Мне самому интересно. Так, бросаем здесь замороженный снегоход. И вон, смотрите. Есть следы даже в этот проход. Давайте заглянем. Что за интересная такая гора у нас? Тут есть. Сейчас один момент. Один, один момент. Вот почему и называется египетская гора. Я в Египте, дорогие друзья. А если серьезно, если серьезно, то все по-честному. Вот билет. АМГ Глория. Такой вот неубиваемый телефон, который дал возможность жителю Якутии зимой, когда у нас жуткие холода, приехать сюда в плюс и побывать тут на пирамидах. Получилось так, что ребята из вот этой маленькой компании, которая создает замечательные такие телефоны, выслали мне телефон на рекламу. Я его отрекламировал, потому что это ну замечательная вещь, по моему мнению. Хороший телефон, отлично кричит. Смотрите, какой динамик. Он не бьется, он очень долго держит батарею. Его невозможно заморозить, что в моих условиях ну просто великолепно. И еще один момент. у него есть тепловизор, что в условиях Крайнего Севера сохранение тепла очень ценно. И прибор ночного видения. То есть телефон-то сам по себе очень крутой. И ребята еще делают конкурс. Конкурс называется Ниже нуля. Ну в принципе все просто. Надо изложить, сделать несколько скриншотов и изложить свою историю, как у вас замерз телефон. В принципе все просто. Несколько фото и душесчипательная история, как заглохло средство связи прямо у вас в руках в мороз. И телефон ваш. Мне, конечно, это было легко. Я живу в суровых климатических условиях. Вам же после меня надо проявить чуток креатива. И он ваш. А телефон правда очень хорош. Прям как швейцарский перочинный нож, состоящий из современных технологий, необходимых настоящему мужчине. Кстати, в этом телефоне еще дальномеры есть. Все условия конкурса я приведу под роликом своим в описании. И мы начинаем, друзья. Начинаем. Я в Египте. Вся история с самого начала в свойственной мне манере. Давайте начнем. Дорогие друзья, здравствуйте. Мы сейчас с вами находимся в городе Хургада. Буквально неделю назад я был в Якутске. Смотрите, разность температур где-то превышает 50 градусов температуры оттуда. Представляете, для жителей Якутии это вообще волшебство. И Хургада чем-то саграбой напоминает. Потому что действительно все волшебно. Итак, друзья, мы начинаем отсюда из Хургады, которой всего лишь 50 лет. Это очень молодой город. Очень молодой город. А окажемся мы в Каире, которому тысячи лет. Меня ждет автобус и пятичасовое путешествие. путешествие. все дело будет ночью. Получается, я шесть часов летел из Якутии в Москву, потом пять часов в Хургаду из Москвы. Сейчас в Каир за пять часов довезет автобус. Хургада это современный туристический город, построенный прямо в пустыне у берега Красного моря, состоящий из отелей и домов работников отелей. Его очень хорошо охраняют. Людей с оружием можно встретить практически везде. Несмотря на то, что дорога в Каир ровная и комфортная, блокпосты практически на каждом шагу. Не сказал бы, что это пугает, но все же некий дискомфорт все же присутствует. Опять контрольно-пропуск. Нам выделили человека с оружием. Это очень странно. И по дороге в Каир пять контрольно-пропускных пунктов. Сейчас обязательно спрошу, почему это такая вся история. По этим контрольно-пропускным пунктам мы заезжаем в такой оазис. Он полностью охраняется людьми с оружием. Сейчас вот мы здесь перекусим. Такая коробочка полностью охраняемая, где могут покушать туристы. Вот смотрите, очередной автобус заезжает. контрольно-пропускной пункт в Сахаре. Ночная Сахара. Ночная Сахара. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил ДimaTorzok 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 на вход на выход, есть такой, например, светофор, который горит на. Но, дорогие светофоры, сейчас, можно сказать, их не используют, только стали как бомят, или бомят, оставлены бомят. А вместе с этого, вместе с светофор, работает полиция, как направление организует право. По성을 забытному члену бомбеда, в ГУД. Сه, светофор, здесь грязь. Подписывать. Камера. ВСД, камера и радар. Оригинальный цель, что не надо с servir, вот как помог? Камера. Так же, он может быть легче. Да? Товса, урубил! Но observe, ничего. Сад, а-а-а. Все, 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 все. И здесь... И здесь... Американская Россия. Итальянские посольства. И так все... А еще все так далее. Вот это... Забавный берег река Ниль. Вот и что направо. Это крючокая крючокая башня в виде открытия лукос. Это Амельская башня. Самое высокое здание в Киеве. Весота сто восемьдесят восемь метров. И последние два этажа там наверх. Это из ресторана. И ресторан посмотрит на вся бараба Киев. И там в Киеве есть верхний этаж. Там вверх на точке. Там люди блокируются и посмотрят через телескоп. Посмотрят на вся бараба Киев. Сейчас будет прогулка по Нилу. Вот вариант. Этот корабль будет встречать вас. Я за остальные. Из скотча сделан. Пятидесятка Ямаха. Прогулка по Нилу. 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 Здоровья, скотча. У нас много отельных целей. Квартира в Каир не только значит, что он не живет в ней, а также значит, что это хороший бизнес. Он покупает квартиру, раз в год бывает здесь, а остальное время дают по рынку. Есть много арабов богатых, которые приезжают в Каир, есть студенты из всех стран, которые приезжают в Каир, изучают университет Асхар, потому что университет Асхар – это главный исламский университет на всему миру. Я думал, что я дорогу не буду снимать, потому что неинтересно. Очень интересно. Это кладбище мусульман в Каире. Сверху там сам Каир. Какое впечатление, что это какой-то квартал или город, а это кладбище. Старинные какие-то вещи. Мухаммад Али. Вот, посмотрите на браво, из-далека, вид на вам, мальчат Мухаммад Али. Мальчат Мухаммад Али, на территорию цитадин Саладдин. Вот, цитадин, крибаст Саладдин, одна самая такая, где вниз, крибасты во всем мире. Крибасты в Каир Протаншуа. на залив Акапу. Все это тогда летние дома, направо и залива. Здесь мы видим разные всякие виды дома, летние, летние, омни, многоэтажные здания, все это видно бывает в Калифе. Мы заезжаем на территорию музея. Вот так на парковке музея припаркованы колесницы. И сейчас вам предстоит сравнить музей имени Уткина города Нюрба, естественно музей Чурапчи, разнообразные другие музеи города Якутска, ну и здешний Каире. Давайте посмотрим музей Каира. Это стоит пылище, короче говоря, от строек. Там вот у нас мечеть, а это озеро. Правда не знаю какое. Музей Каира. Итак, дорогие мои, вот он. Золотой парад фараонов. Национальный музей египетской цивилизации. Лекция нашего гида Аймана просто великолепна. Сам музей открыт совсем недавно. Он новый, современный и он действительно уникален. На нижнем его этаже, в подвале, лежат практически все фараоны, о которых вы только могли слышать. Сети, Рамзес, Хефрен. Всего восемнадцать царей и четыре царицы. Но всегда есть одно но. Мумий снимать строго воспрещается. Смотреть можно, но если ты достанешь камеру, то возможно все. И не говори, что тебя не предупреждали. Тебя предупреждали. Практически на каждом шагу. И не надписями, а охранники. На ушко. Почти на каждом углу. Гид сказал, у вас заберут телефон и если все будет хорошо, то может быть отпустят и запретят въезд в Египет навсегда. А может быть и не отпустят. Рисковать не стоит. Но без телефона и без камеры это гарантированно вы останетесь. Именно в этом музее, а он совсем недавно переехал, представлены все эпохи, которые пришлись на Египет с самой великой цивилизацией египтян, выстроивших эти пирамиды. Кстати, ее упадок прямо виден по мумиям. Самые древние выглядят просто великолепно. Идеально. Словно живые. Особенно женщины. Укладка волос, косички, осанка, руки, ногти. Все выглядит как будто вроде креосна или гибернации. Из которой вот прямо сейчас можно вывести особыми какими-нибудь растворами или маслами. Или как-то по-другому. Ну или вот эти самые последние. Просто что-то несуразное. Вместо глаз тампоны с папируса, кожа лохмотьями. Зрелище, конечно, то еще. Затем римский след. Собственно, они и взяли египтяна или подхватили их в самом конце, в упадке одной великой цивилизации, захватом другой, новой, расцветающей цивилизацией Римской империи. Об обоих уже, конечно, можно только узнать из учебников истории, ну и, конечно, из фильмов. Но когда-то, когда-то, эх, ну, ладно. Тут же коптская цивилизация, затем греки, ислам и христиане. От доисторической эпохи до наших дней. Все очень торжественно, красиво, информативно. Ну и, конечно, чтобы с головой окунуться вот в это все, нужно побывать здесь. И желательно, конечно, после пирамид, а не до них. Еще один немаловажный момент. Этот музей один из четырех. И строится пятый, огромный, в который войдут все экспонаты из запасников и фондах всех музеев Египта. По слухам, он будет крупнейший и богатейший из всех. Вы знаете, помните Абдуль Насера? Абдуль Насера, да. Да. Вы представляете, у него есть подарок якутский нож и якутский пояс с моей родины. А-а-а. Да, якутская сталь. Ну, об этом не очень. Да, но мы об этом знаем. А-а-а. Да, я сам музейный работник из Якутии. И я вот говорю, что люди... Оттуда, оттуда у вас. Да, люди, которые изготовили якутский нож, якутский пояс, подарили подарок Абдуль Насеру, вашему принцу Египта. Абдуль Насера? Да, 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 да. Из помощи, конечно, русских. Мы построили асуанское летение. И тоже сейчас, в современное время, с помощью российских инженеров, мы копали новый Суэцкий канал. Да. Айман сказал, что мы с россиянами друзья вовек, что как раньше при Советском Союзе плотина, так и 4 года назад Суэцкий канал. Это невероятные проекты, которые помогают им жить. И он очень сильно благодарен россиянам за все. Но подошел охранник и попросил надеть маску. И момент был упущен. Вот такие приключения в Каире, в музее, а сейчас, а сейчас на пирамиды, самое интересное. Мы едем дальше. Бензин. Бензин. Мост. 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 С одной стороны, с древности, кирпичные, огромные кирпичные дамбы, защищали город все время от разбит. Десять минут от последней остановки, мы зайдем в пустынку. В пустынку обедаем, и дальше идем в пустынку. Да ладно! Справа, ребята! Борамиды направо. Борамиды направо. Стоят 47 веков цивилизации. Справа налево, первая бирамида Анфеопс, вторая Капеллина, третья биры. Заметно с вами, что вершение или облицовка осталась для вершения вторая бирамида. А на первой и третьей облицовке не осталось. Три бирамида египтяне построили, а он строит на противополнарная звезда. Офигеть, вот они! Это вот так все замусырено. Купец! Реально это все надо увидеть своими собственными глазами, сколько я видел фильмов, сколько я видел видео. На правиле бирамида разрешено. Это не то. Ну просто. Это не то. Но в этот большое время не надо обаздывать побольше. Значит, я вам дам свободное время большое на трех остановках. То прошу вас не обаздывать после этого. Если обаздали после этого, тогда будет наказание. Меньшее время на вторая остановка. Ну, конечно, я жучу. Вот никаких доказаний. Просто я имею в виду, чтобы успеем зайти на третья остановка, надо сохранить, ну, остановить. Или, можно сказать, быть вовремя, не обаздывать на первой остановке. Потому что я все равно то. Я вам дам свободное время самого начала. Сколько, например, на первой остановке, например, на 45-10, на второй остановке 35-10 или 40, на третьей остановке тоже будет 40 или 45-10. Хорошо? Ну, прошу вас. Больше не надо обаздывать. Куда-то далеко от морковки не надо бурят. Мы все равно поедем на вторую остановку в машину. Я вам это уже расскажу, когда мы там приедем. Если вам не надо, то я пристаю. Поэтому у меня к вам совет. Не стесняйтесь. Провод на деревья подвинут. Если вам не надо, то говорите сразу «не надо». И уходите. Потому что постараются. Они настаивают, заставляют вас купить. И если, конечно, вам интересны эти сувениры, которые пройдут. Но будьте внимательны. Эти сувениры на первую и вторую остановку бывают дороги. Давайте так. Давайте все по порядку. Во-первых, Айман сказал про очень приставучих бедуинов. И он, мягко говоря, поскромничал. Они жесткие, прилипалы и выдумщики. Им нельзя ничего говорить, на них нельзя смотреть и тем более что-то просить. Потому что бедуин отклеится от тебя только в автобусе, посмотрев на человека с оружием. Обычная уловка бедуина. Дай я тебя сфотографирую твоим же телефоном. И потом, в итоге, эта услуга будет стоить тебе 10 баксов. Ведь он же тебя сфоткал, он работал. Телефон он тебе не отдаст, пока ты ему не заплатишь. И будет он прав, потому что он местный житель. Дай я покажу тебе, откуда лучший вид. Вон там, посмотри, посмотри, вот там, вот оттуда, смотри, как видно хорошо. Два шага, та же сумма. Он тебя провел, два шага сделал, он работал, ты ему должен. Посиди на верблюде. Да, конечно, бесплатно, я тебя сфотографирую. Верблюд встает, он трехметровый. Слезть проблематично, или слезть, или вот чтобы он усадил его, стоит 10 долларов. Идут за тобой, предлагают всякую фигню. Ты резко отказываешь, не улыбаешься, говоришь, нет, ничего не нужно. Нет денег, блин, их реально нету. И слышишь крики и ругательства на арабском вот тебе в спину. Это портит все впечатление, жутко напрягает и не дает сосредоточиться вообще никак. Второе, как я думал, что пирамиды стоят в пустыне. Нет, они не стоят в пустыне, они стоят на окраине города и упираются прямо в руины. Трущоб на окраине. Это, конечно, меня очень сильно удивило. Вообще больше всего. Надо очень тщательно подбирать ракурс для снимков. Вот как обычно. Пирамиды, пустыня, ты стоишь один, солнце. Бесполезно. Ну, можно, конечно, подобрать, но это, блин, очень трудно. Чтобы вот не было бедуинов, чтобы не было трущоб, туристов. Но все же, ребята, это пирамиды и я здесь. И никакой бедуин не испортит мне настроение, будь он не ладен. Друзья, я на пирамидах. Это круто. Битый час, мы уже вокруг них кружим. В каире с Каиром. А вот они пирамиды. Это вход Сейчас посмотрим Первая остановка Выглядит все намного меньше Чем на фотографиях Класс И вообще все выглядит по-другому Я думал, что это все дело в пустыне находится Но это не в пустыне Это просто в городе Это в городе Так Заходить сюда можно, нельзя Очень было много споров Обтесанные Это блоки привезенные Или залитые Бутовые это ли бетон Что это Да Бетон, не бетон Вообще непонятно Непонятно Блоки разные Абсолютно разные Это пирамида, друзья мои Пирамида Очень хочется наверх залезть Но я, конечно Как работник маленького музея В городе Нюрба Крайний север Просто в восторге Я на пирамидах В Египте Сюда, наверное, все историки Стремились Ага, лестница на вход Слушай, надо туда сходить Ну это Я не знаю Я бы не сказал, что они шлифованные Зацементированные Мне так кажется Мне кажется, что это все новодел Да, мне кажется, это новодел вообще все Вот Такая лестница Замечательно видна Каир Давай не бойся А туда и не пройдешь Там закрыто А дальше А вот и вход в пирамиду Который динамитом Англичане взорвали Он завален Сюда, к сожалению, сказали Лучше не идти Потому что здесь скучно И очень дорого Там ничего нету Поэтому Идем далее Это средняя турамида Еще, как бы Будет Экскурсия к следующей Как в аквапарке Короче, на тебя свистят Если ты что-то делаешь неправильно Гид очень сильно предупреждал Что будут накалывать Буквально на всем Буквально на всем Янка верблюдов Коней, лошадей Слушай, похож на... А, это три пирамиды Дополнительные Но отсюда, конечно, вид совсем другой Это карьер камня Как говорили Здравствуйте Не, не хотим Это называется облом Нет, нет Замечательно Это цветное освещение Пирамиды Верблюд немножко это Того самого И этот тоже отзыв Он балдевает Раз, два, три Четыре Пять, шесть, семь А там вы видите Сфинкса Где он? Вон он Вот он Еще раз Раз, два, три Четыре Пять, шесть Сфинкс Я у него Восемь, девять Десять И одиннадцатая Красота Этому намплу Это может быть Как некачественный Заливной цемент Так и некачественный Свистняк Что-то некачественное Это такое Что за Это пеньки Это вот из этого Всего состоит пирамида Вот из таких Штучек То ли это намулиты То ли это Родушки Какие-то Что это Непонятно Первая пирамида Материала вышла целая куча Но я сейчас поеду К другой Которая более повыше С Вот с этим наконечником Сейчас только Надо найти автобус Большого громада Которая более Бребнами 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 Мы везли Двадцать половину Миллион Камень и плён Камень и плён Камень и плён Помещательник Одных тонн На двадцати Дом Но погребная комната Бребнами Построили Из Рузакова Бребнами Городные строители Первый из них Бребнами Это Гребница Строитель Это Конечно Получили честь Честь построить Свои Гребницах Возле градуса Параон Это значит Мы были роды И скоро увидим Что Будет нам Видимо Как будто Вторая Вещь чем Дервая Или это Причина Вам расскажу Возле Большого А, хочешь Кадракса Хочешь, хочешь Квим 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 Сон Квим 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 Да Я не знал Что настолько Видимо Все В городе Находится Не знал Какие Рисунки Красивые На камешках Тут не все Так просто К пирамиде Будет сложновато Подойти Но я Обязательно К ней Притронусь Тоже Пирамида Хеопса Пирамида Хефрена Я Абсолютно Запутался Честно Говорю Конкретно Запутался Но я Каждый Из них Притронусь Самое Главное Вот Тесанные Блоки Тесанные Блоки Я Возле Пирамиды А вот Гранитные Блоки О которых Говорили Гранит Это не Гранит Конечно Решать Не мне Но Все Ж Видно Светы Обработки Очень Интересно Очень 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 Интересно А здесь Такие Зубцы Она же Была Обложена Ими Ух ты А ну да Это Это Что-то Такое Я не знаю Можно ли Так С настоящим Гранитом Но у меня Получилось Напоследок Дорогая Улыбочку Конечно Тепло Это Просто Нереально Аж Светится И Последнее Третье Сейчас Прикоснусь И могу С чистой Совестью Покидать Эти Шуроты Сразу Возле Пирамиды Лежит Вся Ее Облицовка Гранитная Тут Вроде Видно Следы Обработки Я даже Не знаю Ну как Я не буду Стараться Утверждать Ну Гранит Это Монолит Это Или Это Ну как Что-то Такое Бетон Это Я Ждать Не буду Да Обработка Прикольная Но Что есть То есть К сожалению Вся Облицовка Оторванная И Вот Сама Пирамида Сейчас Сейчас Я к ней Прикоснусь Вот 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 Она Гранитные блоки Все здесь А вот А вот Гранит То есть Я не знаю Могу ли Пальцами Гранит Ломать Фиг его знает Или это Или это Совсем не Гранит Видите как Фиг его знает Это Бетон Это Или Бутовый Цемент Или Настоящий Гранит Это как Были Ко мне Но я Вот Пальчиками Взял Откалупал Гранитный блок Кусочек Сейчас Пойду Еще У входа Посмотрю Поглажу Подлежу Тоже Обработку Все Тоже Все Тоже Самое Крошится От рук Буквально Все Крошится От рук Может Были Правы Ученые Может Это Просто Был Цемент Слышите Да Который Прикатали Может Быть А может Быть Вот Эти Прослойки Природного Происхождения Неизвестно Вот Тут Картуш Нацарапан Правда Его Не видно Совсем И Вот Блоки Видите Как Вот Так Мы живем На третий Пирамид И вот Третья Последняя Пирамида На ней Висит Конкретный Замок Что Означает Скорее Всего Что Мне надо Отсюда Сваливать Потому Что Это все Дело Закроется Скоро И еще Вот Косяк Вон Видите В пользу Версии Цемента В пользу Версии Цемента И штукатурки По-моему По-моему Что-то Это правда Мне так кажется А здесь Если я не ошибаюсь Лодку Нашли Если Я конечно Не ошибаюсь Вот И Вот Вот Продолжение следует... 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 Очень классная фотография... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...